И доброго времени суток, дорогие друзья! Ну что, очередная серия, посвященная Зелёной Машине, об его успехах, о его достижениях и о его неудачах. Не забывайте свой царский пальчик вверх, подписывайтесь также на Телеграм, там происходят дополнительные розыгрыш на монетки. Присаживайтесь поудобней, мы начинаем! Тебе надоело раз за разом умирать от одних и тех же мобов? А на обычный баф у тебя не хватает руды, потому что ты новичок и только начинаешь свой путь? Тебе поможет куб помощи партнера, он выдается на 30 дней и за каждое его использование ты будешь получать руду, так необходимую тебе для бафа. А каждый 10 день тебе будут выдавать предметы, которые сильно облегчат твою прокачку. Куб помощи партнера может получить только новый игрок. Для получения куба регистрируйся по ссылке под этим видео, а в закрепленном комментарии будет подробная инструкция о его получении. И вперед покорять мир Lineage 2 Essence! Ну что ж, друзья, наступил тот самый момент. Уровень задания, как вы видите, выполнен. Получаем соточку баночек и получаем тот самый талисман властителя. Вы можете пока в комментариях рассказать, какой он упал вам, какой модификации. Если вы его точили, расскажите, до скольки получилось его заточить. Но мы открываем. Ну, не знаю, лично мое предположение, что это будет плюс второй. Не знаю, посмотрим, угадаем или нет. Открываем. Плюс третий даже. Напомню, на мне сейчас плюс четвертый. Поэтому от плюс третьего... Ну, толку, если, наверное, только в коллекцию добавлять. На физмагатаку плюс 40. Но тут нужна еще четвертая Ева. Да и когда на тебе четвертый властитель, хочется... Ну, минимум чего-то поинтереснее, да? Чего-то получше. Поэтому давайте возьмем точечку. Отдадим 2000 целых адены. Так, есть. Получаем точку. И попробуем его поточить. Шанс там небольшой. 35%, но все же он есть. Ну, поехали, попробуем. Да, он становится четвертым. А, давайте... А, нет. Хотел сказать, давайте сразу. Но нет, сразу не получится. Сразу не получится. Давайте точить себя. Мне уже не раз в комментариях говорили, что что-то надо точить себя. Не надо вот это вот пытаться, что-то изобретать велосипед. Точи себя. Поэтому давайте сделаем вот так. Нет, так, к сожалению, не делается. Давайте снимаем свой. Надеваем тот, который мы только что заточили. Заходим в особое создание. Раздел создать. Принимаем точку. Есть у нас точка. И теперь шанс составляет уже 30%. Это, конечно, мало. Ну, поехали. Нет, к сожалению, нет. Наверное, надо было точить тот, который я заточил. Но это уже абсолютно не важно. Потому что тот именно try мы с вами потеряли. Потеряли. Ну и что хотел еще сказать. Я говорил, что я собирался копить на пушку билет. А все-таки я передумал. Не потому, что ее достал. А потому, что я так подумал, что эта пушка вряд ли раскроется нам конкретно на моем левле. И в будущем все равно я к ней приду. А пока у меня есть 15350 древние адены. Заходим в магазин и берем первую покупку, которая мне нужна. Не вижу пока первую покупку. Вижу первую покупку. 15000. Покупаем. Купить. Купить. Замечательно. Поздравляем с приобретением. Вот такой вот замечательный шлем маны. Я его буду менять, естественно, на свой. Давайте будем смотреть, как у нас меняется деф и магатака. На данный момент у меня 7149 магатаки. Напоминаю, шлем маны даст одну инту. Это вот самое основное вообще, почему я его взял. Магатака в процентах, она останется такой же. Ну и потеряю я 30 силы магрита. Ну, честно говоря, я не думаю, что это прям сильно. Да, это никакой буст минимальный, но все же. Так. 4169 пдфа и 7149 магатаки. Надеваем. Ну, как бы да. Согласен, циферка смешная. То есть тут 56 магатаки всего дает шлем маны. Да, готовы. Но ничего с этим не поделаешь. Это дополнительная инта. То есть теперь у меня уже 53 инты. А вы сами знаете, что в каких-то вот моментах, когда инту хочется догнать до 60 или выше, когда это все будет делаться. Это одна инта, она может сыграть нам на руку. В любом случае, я доволен покупкой. Все, считайте, мы овера одели сейчас по последнему слову техники. Осталось только это все дело заточить и уже думать о целях повыше. И рубрика у нас удивительный рандом крафт. Здесь у нас есть, смотрите, третья брошка. Это, если что, аккаунт овера, да. Вы не думайте. Третья брошка, да. Туника демона не особо, конечно, интересует. И большой молот. Если не ошибаюсь, большой молот нужен в коллекцию на физатаку плюс 40. Короче, вот два итема, которые нас прям сильно интересуют. Их можно выгодно продать. Ну, себе я просто не хочу брошку апать. Поэтому я буду, скорее всего, продавать. Ну, если будет, конечно. Делайте свои ставки, господа. Ваша любимая. Я нажимаю кнопочку создать. Отдаю 300 тысяч. И поехали смотреть. Да, молот упал. Отлично. Ну, возможно, конечно, я ошибся, да. В плане того, что он нужен куда-то. Нет, он нужен на физатаку плюс 9. А это самое главное. Ну, накопление по количеству сахи. Но я не собираюсь его туда засовывать. А это, на самом деле, отлично. По одной простой причине. Так, вот это все равно не продалось. Да, поэтому надо переставлять. Потому что, возможно, у него будет какой-то ценник. Ну, не прям, чтобы он, конечно, высокий. Скорее всего, третья брошь стоила бы больше. Но, извините меня, 150 монет тоже на дороге не валяются. Тем более, для бездонатного чара. И вот он еще один плюсик в копилочку к нашему оверу. И мы покупаем вот эту вот замечательную вещь. Надеюсь, успеем. Хоп, успели. Хорошо. А теперь предыстория. Вообще, зачем это все происходит? Да, зачем это делается? Нет, я не собираюсь, на самом деле, им барыжить, как многие могут сейчас подумать. Да, ошибочно. Я собираюсь попробовать попать краску. Да, то есть, я понимаю, что купить дешевле. Но на межсервере сейчас краска на инт. Именно я хочу на инт. Да, вы не ослышались. Я хочу поменять свои краски. Вот это вот хотя бы начать с мудрость плюс 3, дух минус 3 на плюс 4 инт. То есть, сделать ее, попытаться самостоятельно. Конечно, это страшно. Это нереально дорого для этого чара. Но другого варианта нет. Типа, как-то я считаю, что коробка за краску инт 3 уровня, это чересчур дорого. Поэтому буду пытаться сделать сам, пока порошок относительно дешевый. Для чего я это делаю? Во-первых, надо заменить уже старые краски. Ну, просто потому что они старые. Да, уже, наверное, не такие актуальные. Надо будет их просто поменять. Во-вторых, я потеряю, если сниму все вот это дело, 10 мудрости. Да, соответственно, станет у меня мудрости 32. Сейчас у меня висит пирожок. То есть, это 33 мудрости. Он дает одну дополнительную. Если я сниму, останется 22 мудрости. Что и чем это чревато? Ну, во-первых, одна мудрость на вот этом чаре дает 17 скорости магии и 1 шанс маг крита. То есть, я потеряю 170 скорости магии и 10 шанса маг крита. Точнее, нет, даже 11 шанса маг крита и 187 скорости магии. Скорость магии, это, конечно, грустно. Но я думаю, что я ее восполню в ближайшем будущем. Может быть, какая-нибудь акция, еще что-нибудь будет. В любом случае, надо будет доточить вот этот вот замечательный агатион, да, до 7. Плюс у меня в этом слоте должна быть нормально заточенная сережка, не пятая. Там повыше хотя бы седьмая, восьмая. И это все компенсируется в плане скорости атаки. А шанс маг крита, он не так много все равно мне дает. Там буквально, я думаю, 1-2 процента, который не особо сказывает. А вот горе ин... Горе говорю, извиняюсь, договорился. Много инты даст мне солидный бонус. Поэтому буду пытаться это сделать. Это была просто предыстория, чтобы вообще знали, откуда появляется порошок и почем ее покупать. Если что, прямо вот отсюда я его покупаю по 500. Его кроме меня покупает еще кто-то. То есть по 500 он висит не так часто, его быстро забирают. Поэтому приходится вот реагировать, на это сидеть, мониторить. Ну и плюс вот с тех твинков, то есть там где-то что-то продается, когда с рандом крафта получается. Я также забираю монету, вот 1651 монету суммарно с твинков, на которые что-то напродавали. Я могу забрать. Ну и соответственно за вот эти все монеты я буду покупать порошок. И дальше мы будем что-то с ним думать, когда я соберу определенное количество и пытаться синтезировать краску. Ну как бы да, на первый взгляд может показаться, что здесь нет абсолютно ничего такого интересного. Да, ну что тут, да какие-то штаны, да, которые практически, наверное, ничего не стоят. Ну все остальное запечатано. Но самое главное это создание туники Рока. Плюс седьмой, напомню, она нужна в коллекцию. Там еще, конечно, куча заточенного шмота, но все-таки она нужна в коллекцию на выносливость и на дуб. Поэтому делайте ваши ставочки. Я нажимаю крутить, отдаю честно заработанные 300к и мы смотрим. И мы получаем, к сожалению, набедренники кристалла тьмы. Да, они не особо интересные, не особо котируются. Но что есть, то есть, в любом случае будем продавать. Будем что-то с ними делать. А так у нас закончился, ну точнее заканчивается батл пасса, да, и прочие награды уже были получены. Я получал вот аккаунтом овера на твинках сережки, колечки, да, ДВ, ТОИ. Все это дело, естественно, я считаю, что надо куда-то определить, да. Поэтому давайте поточим, так как точки передать, к сожалению, нельзя по аккаунту. А вот кольца и сережки можно. Поэтому если зайдет, хорошо. Ну и плюс талики Адена, да, так же. Но талики Адена я всегда скидываю на одного твинка. Когда-нибудь в будущем поточим. Ну и то, правда, там седьмой талик я уже особо смысла в этом, конечно, не вижу. Ну ладно, давайте попробуем. Напоминаю, что сейчас у меня, по-моему, пятое и четвертое кольцо есть на чаре. И, по-моему, четвертая сережка. Ой, хорошо, вот это я понимаю, это пошло. Не, ну, теперь хотя бы буду знать, что у меня вот здесь вот есть триг, например, точки на кольцо дерзость. И это хорошо. Это значит, будем ждать. Не, ну, кстати, в 10% попасть с первого раза, это надо, ну, хорошенько постараться, как вы думаете. Это вот прям красиво. Это, кстати, такие же шансы, как точить талик бая, по-моему, да? Ну, вот, все. Очень все быстренько прошло, но зато остались точки. И на том, как говорится, спасибо. И, как вы видите, я сразу переключился на овера. Да, я не стал вам показывать все остальные модификации на шести твинках, но потому что я не вижу в этом особого смысла. А если вкратце, то единственное, что я видел, это кольцо на четыре. Все. Все остальное ломалось. Я попадал в 10%, я попадал в 20%, я попадал в 40%. Но не... Но это все были шансы на неудачу, а не на успех. Давайте теперь уже закончим на овере. Сейчас я таллики, опять же, скину на твинка, чтобы они мне тут не мозолили глаза в инвентаре. Также одна сережка, одно колечко. Опа, она! Свиток ремесленника упал. Ой, ну это интересно. Это прикольно. Если вдруг кто-то не знает, да, может кольцо ремесленника упасть трандомно с такой коробки. Также оно может упасть с коробки, если вы покупаете кольцо дерзости и серьгу дракона по 2 миллиона. То есть, контрол нажимаете, увидите доп. шанс получения свиток ремесленника. Интересно. Ну, естественно, тыкать его я не буду, его не во что, да, вообще тыкать. Поэтому его просто буду откладывать в сторону. Ну, пусть лежит. Тратить его на четвертое, на пятое кольцо, ну, сами понимаете, да, но это не серьезно абсолютно. В 20% попали всех ГЦ. Продолжаем. Так, колечко. Ну, сейчас интересно, в 10 или в 20 с вами попадем? Просто мне действительно это в последнее время начинает немного смущать. Точнее, в последнее время, после заточки вот подобной бижи, ну, как-то это странно. Ну, ладно, четвертое есть. Хорошо. Это замечательно. Четвертое нужно в коллекцию, ну, извините, на мне как бы, на мне на самом оно. Пятое, поэтому, что-то не особо хочется. Либо вот это точить, чтобы оно было плюс пятым, либо это ломать. Давайте, наверное, это сломаем, потому что смысла от него я не вижу. Шанс успеха 50%, кстати. Ну, поехали. Есть пятый, отлично. Это хорошо, это здорово, это прекрасно. Так, ну, что мы тогда, давайте его скидывать, наверное, будем на твинка. Потому что точек, как видите, у меня нет, кроме ремесленника. Ну, я не собираюсь точить это кольцо ремесленникам. Поэтому давайте просто скинем на твинка, я сейчас быстренько на него зайду. И мы с вами его поточим. Ну, там уже зайдет, не зайдет, я, конечно же, не знаю. В любом случае, мы попробуем это сделать. Тут, как вы видите, много всего интересного уже есть. Мы это тоже, конечно же, с вами поточим. Но в будущем. Так, кольцо дерзости, одна точка как раз. Шанс успеха 40%. Ну, что ж, поехали. Нет, к сожалению, нет. Ну, это было ожидаемо. Ну, что ж, давайте подводить итоги. Было суммарно 7 колец и 7 сережек. Из всех из них только единственное одно кольцо зашло на плюс 5. Да, и то это сильно повезло. Ну, и, наверное, основное, то, что я из этого получил, это все-таки свиток ремесленника, который я в будущем потратил. И вот такой вот получился ролик, дорогие друзья. Надеюсь, он вам понравился. Очередная серия похождения зеленой машины закончилась. Не забудьте также подписываться на канал, потому что впереди нас ждет много всего интересного. С вами, как обычно, был Душой Молодой. Все вам самого наилучшего. Светлого, нефильтрованного или темного, кто как пожелает. Удачи вам и не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok